Всем панкам хой! Иначе не знаю, как представлять вас, если вы кликнули на это видео. Судя по названию, вы поняли, это будет разбор Финдерстайл-аранжировки Короля и Шута, Дурак и Молния, которая была, значит, аранжировка от канала GoFinderStyle от Максима Ярушкина. Видосик, как он играет, то есть оригинал, оригинальнейший, я оставлю в описании. А мы приступим с вами к разбору, как вы будете также здесь и в описании, если что. Заглядывайте. Итак, ребятки, нам понадобится Каподастр на третьем ладу, он нам обрывает все два перед этим, поэтому вот это вот первый, вот это второй и вот это вот третий, да. Все те, кто меня знает, знают, что разбирается, любим по кусочкам, да, все поделим. Наш первый кусочек такой. Это два раза у нас одно и то же, одна и та же тема, значит, что здесь происходит? Открытые струны. Три, два, три. Три, два, три. Пам. Что это? На третьем ладу шестая и пятая, а на втором ладу четвертая, похоже на АМ по блоку, да. Вот только эти струны извлекаем три. И в нотках они у нас, если посмотрите на нотки, они тянутся весь так, то есть у нас там четыре четверти целая нота. Раз, два, три, четыре. В нашем темпе это будет как бы длиннее долго. Потом, на втором ладу шестая и пятая, одновременно только эти струны. Потом, на четвертом ладу четвертая струна, открытая вторая и третья струна на втором ладу, на втором. И потом, можно поставить так пальчики, можно так поставить, вообще без разницы. У нас будет шестая открытая, это у нас пятая струна на втором, четвертая струна на втором и третья открытая. Все это одновременно. Отдельно третья открытая. Ставим мизинчик на третью струну на второй лад. Вторая открытая и третья открытая. И все это два же, то есть второй раз и то же самое. Наш следующий кусочек будет таков. Рассматриваем. Тут много аккорда С. Вообще не пугаемся. Вторая открытая дважды, вторая на третьем ладу. Аккорд С щепок. Щепок только по первой, второй, третьей, пятой. А дальше у нас со щелчком выброс по этому же аккорду. Да, 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 да. Снова щепок и первая открытая. Щепок, щелчок, щепок, первая открытая щелчок по басам. Крест, да, вот этот вот только крест. Да, 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 да. Да, это значит у нас первая струна на втором ладу. И дальше нам сразу, знаете, вот когда вот это вот все проходит, поставьте вот это вот как аккордом. То есть первая струна на втором ладу, третья струна на втором ладу. И пятая струна на втором ладу, это аж семь. И он там потом нам пригодится еще. Но здесь целиком он как бы, не знаю, какой бы он смысл, он не нужен. Если хотите, я даже не пробовала целиком его ставить. Я как-то об этом не думала, но, наверное, можно. Да, можно прям вот если вы привыкли позицию аж семь ставить, то поставить, да. Ладно, у меня было так, окей. Первая, это уже было до этого. Отдельно пятая. И там залегованная нотка, вот эта вот первая, она тянется. Поэтому мы все это держим, ребята. Они сливаются. Так, значит, пятая, потом щелчок по третьим нижним струнам, по трем нижним, с выбросом. Отдельно пятая, вторая и третья одновременно. И снова щелчок, только там написано как бы по третьей и второй, да. И снова щелчок по третьим нижним струнам. И снова щелчок по третьим нижним струнам. Открытая шестая. И едем, едем с вами от пятого лата до седьмого. Щелчок и в троечку эту вернулись. Ну, каким пальцем там удобно. Можно безумянно вернуться. Если на этом же и ехали, то на нем и вернулись. Мне принципиально не нравится. Следующий наш кусок перед припевом. Последняя строка. Получается, мы когда пришли с вами, вот это легато... А, вот слайд за ним сделали. Я вам советую... Сейчас еще перефразирую тот кусок, который мы проиграли, да. Когда мы вернулись вот сюда. Вернитесь сюда безымянным пальцем. Потому что вот эта нота, она тянется. Тянется, когда вы делаете бас. А потом можете ее убрать. Значит, она протянулась. Шестая открытая. Дальше у вас четвертая струна на втором ладу. И мы делаем щелчок с выбросом по четвертой и по третий открытой. Возвращаем безымянный. Первая струна, третий лад. Одновременно шестой открытый. Дальше щелчок с выбросом по трем открытым нижним струнам. И еще шелчок дальше стоит. Все. Уходим в баре. Сразу поставим баре на третий лад по пять струн. Шесть не нужно. А здесь на пятом ладу мы поставим мизинчик на первую струну, безымянный на вторую. Сделаем одновременно сначала. Просто первая с пятой. Далее мы убираем мизинец, там цифра три, да, получается, эта нота, она под баре. Делаем выброс со щелчком. Отдельно бас. Ставим мизинец. И убираем мизинец. Отдельно щелчок. Далее я как-то так пальцы ставлю. То есть получается на четвертом ладу вторая струна. Вот эта все комбинация убралась. На четвертом ладу вторая струна. А на пятом первая такая осталась. То есть вот было вот так. Я поднимаю безымянный, ставлю сюда средний. И делаю вот только вот эти две номера. Одновременно нет. Далее уезжает эта баре на второй лад. И сразу пятая на втором. А здесь пальцы становятся первая струна на третьем ладу. Вторая струна на четвером. И получается у нас случилось бас. Да? На втором ладу щелчок с выбросом. Отдельно бас. И мы уходим на седьмой лад. И делаем здесь. Тут надо как бы коснуться только первой струны. Супер люди метки должны быть. Чтобы не задеть какие-то открытые. Это у нас щелчок с выбросом по первой струне на седьмом ладу. Потом она же идет движением наверх. Вниз. Вниз. Что там дальше? Глушенные. Заглушили удар вниз. И по открытым сделали вверх. Вверх. Как будет? Глушение должно быть. И все. И пошли. Это аккорд ЕМ. Удар вниз по всем струнам. Вверх. Вниз. Вверх. Минус. Вниз. Вверх. Вверх. Минус. Да? Вот это концовочка. Первая строчка нашего припева пошла. Ребята, все. Припев. Аккорд С с добавленной нотой. Первая струна мизинчика на третьем ладу. У нас удар вниз идет. Видите, он такой неполный. То есть нам нужны как у басы. Потом удар наверх. И на следующий вниз, когда по полным струнам. У вас еще щелчок по басам. Вниз. Вверх. Вниз. Отдельно бас. Вот эта вот пятая струна на третьем ладу. Вниз, вверх. Вниз. Бас. Вниз. Вниз. Бас. И вот это опять аж 7. Как он там у вас встанет, так он встанет. Замечательно. Одновременно от пятой. Там пятая, третья, вторая. Первая. Удар вверх. Глушим. Вверх. Тут что случилось? Значит, щепок. Наверх. Глушение. Уезжаем мизинчиком. Или что там у вас стояло? В смысле, это безымянный был. По первой струне на третий лад едем. Делаем движение наверх. Да, по первым трем струнам. И мы делаем регато со стрём. То есть... Нужно просто мизинчик этот убрать. Прям сорвать, чтобы был звук открытой струны вашей. Той нот, который на третьем ладу. Соль ваша. Так, еще раз вот отсюда. Вниз, вверх. И со щелчком бас. Аж 7 щепок. Вверх. Глушение. Съезжаем. Вверх. И срыв. Да. После этого у вас глушение. Вы ставите как аккорд ЕМ здесь. То есть пятая на втором и четвертая на втором. Глушение. Удар наверх. Вот тут очень много ударов наверх. Я сомневаюсь. Я не знаю, как лучше. У меня делалось так, что глушение это вниз. Удар наверх. Третий лад. Это вверх. Должно быть. Да? Давайте пробуем. Можно. Можно это вынести. То есть вниз. Наверх. Наверх. Вниз. Наверх. То есть, чтобы у вас главное вниз было, когда вы делаете как бы щелчок с выбросом. по, как это называется, по пятой струне. То есть, видите, у вас ЕМ стоит. Вы добавляете просто на третий лад на бас шестую. То есть, вот у вас вниз глушенный. Наверх. Наверх. Вниз. Наверх. Убрали его, чтобы он не мешался, чтобы был нормальный щелчок. Да-да-да-да. И все. И второй кусок, он идентичный, кроме одного места. Смотрите. Ваша Ц с добавленной вот этой ноткой идет, да? Вниз. Вверх. Испас. Аж всегда. Щелчок. Наверх. Глушение. Уезжаем. И вот это не происходит. Просто движение наверх. Глушение. ЕМ. Наверх. Наверх. Низ. Наверх. Поняли, да? Я надеюсь. И второй такой же. Только не надо делать вот так. Все. Там просто ноль тянется. И все. Ну и все. И последние части можете зацикливать потом куплеты, припевы, сколько вам вообще, душе лучше угодно. Значит, звучит он так. И так. И так. И так. И так. И так. И так. Здесь у нас снова с вами вот этот аккорд С с добавленной ноткой, мизинчиком, первую струну на третьем ладу. Удар вниз. И вниз с выбросом, да? С щелчком. Вниз, вниз, открытая пятая. И тут, наверное, для этой открытой пятой сказать большое спасибо, потому что она хоть дает какое-то время поставить вот этот баррель. Интересно. Это щипок, значит, по пятой, третьей, второй, первой струнам. У нас баррель на втором ладу. И стоит, значит, четвертый лад, вторая струна, и первая струна на пятом ладу. Щипок. А потом там еще щелчок вот этот с выбросом. Значит. Вниз, выброс, открытая пятая. Щипок. Вниз с выбросом. Едем на седьмой лад мизинцем. Делаем щипок. Шестая, третья, вторая и первая на седьмом. Глушим. Идем наверх. Значит, третий лад. Первая струна открытая, вторая и третья. И движение наверх. По этим струнам. Но далеко не уводите ее наверх. Потому что там снова на движение наверх. Аккорд Е, М. Здесь, да, шестая открытая. На втором ладу пятая. И четвертая наверх. Глушение это вниз. Наверх. Значит, допустим, сумечку. Медленно. Вот этот момент. Вниз. Открытая пятая. Ну, нечаянно получается. Тут скорее оглушение. Тут нечего выбрасывать. Отлично. И потом. Самый вообще лайтовый момент. Вы ставите опять вот этот вот аккорд. С добавленным мизинцем. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть один полный удар вниз. И дальше вот тут по басам. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Надо. Вниз, вниз, вверх. И, наконец-то, полный удар. Сим, наш. То же самое. Вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз. Это у нас ЕМ. Пятая открытая. Ну, в общем, зажатая только пятая. Извините, шестая, пятая. Там пятая. И четвертая зажатая. Удар вниз. На втором ладу, да? И, да-да-да-да-да-да. Чего это такое? У вас легато из нуля в третий лад. Шестой струны. Ноль. Три. Пайт сильный, как молоточек. Фигачит в этот, как истинный панк, в этот третий лад. Потом у вас слайд. Здесь вообще написано каким-то движением наверх. Ну, если... Извините, вниз. Ну, зачем? Ну, как хотите. Я не заморачиваю. В общем, если не заморачиваться, то у вас просто большой палец извлекает пятую струну на первом ладу и уедет на второй лад. Как только он приехал на второй лад, там щелчок на шестой струне. А потом добавляем средний палец на четвертую струну, второй лад, и ее извлекаем, и шестая открытая. Кому-то может показаться вот именно вот это. Знаете, все было ерунда, но вот это... Это как у меня тоже ребеночек играл. Вот все замечаю, а вот это прямо не сложно было. Поэтому, ребята, делитесь в комментариях, это ли самая сложная часть в этой песне. Я буду ждать. Все, ребята, обзор и разбор, не знаю, что мы тут обозревали, закончен. Поэтому, если остались какие-то вопросы, делитесь ими в комментариях, спрашивайте, оставляйте... Оставляйте ваши лайки под видео и пишите, обязательно делитесь, какой самый тяжелый момент для вас в этом произведении, когда вы его изучали играть. Концолка, середина, припевчик, барэшки, может быть, аккордик с мизинцем не звучит. В общем, делитесь проблемками. Может быть, дам какой-то совет. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok